Годовщина обстрела в Мариуполе. Шесть лет назад незаконные вооруженные формирования обстреляли микрорайон Восточный из реактивных систем «Град» и «Ураган». Теракт унес жизнь. 31 человека, более 100 мирных жителей были ранены. 24 января в Мариуполе. День траура. Подробности смотрите в нашем материале. Шесть лет назад Денис потерял жену. Без мамы осталось двое мальчишек. Елена в тот день вышла из дома на 10 минут и больше не вернулась, вспоминает Денис. Она шла на рынок детям купить молоко. Она купила уже молоко, но не дошла дальше. А потом все. А потом все оборвалось. И связь оборвалась, и жизнь оборвалась. Все оборвалось. За минуту до начала обстрела Денис говорил с женой по телефону, рядом играли сыновья. В обычное субботнее утро под ногами вдруг задрожала земля, а вокруг начали разрываться снаряды. Когда в окно смотрел, увидел, что-то летит. Тут папа нас забирает под кровать и все. На многоэтажном доме по проспекту Мира в Мариуполе огромный цветной мурал. На нем изображена Милана – маленькая жительница Восточного. Сегодня девочка живет в Киеве с бабушкой. Шесть лет назад она осталась без ноги, но выжила. Ее спасла мама Ольга Абдурашитова, которая погибла, закрыв собою дочку. Это очень страшно, конечно, когда ребенок теряет мать, и эта самотверженная мать закрыла ее тело. Олимпийская, Киевская, Звездная, Февральская – все эти улицы были обстреляны незаконными вооруженными формированиями шесть лет назад. В память о погибших люди несут цветы к памятному знаку, который установлен в центре микрорайона Восточный. На момент теракта в Восточном проживало около 36 тысяч людей. Под обстрел попали школы, детские сады, магазины, жилые дома и амбулатория. Многие мариупольцы лишились крова. История микрорайона Восточного – это вот те 30 трагических секунд, которые разделили жизнь многих из нас на то и после. Это история про то, как здесь мирным субботним днем погибли 31 мариуполец, наши земляки, наши друзья, наши родные, близкие, наши соседи. Специалисты миссии ОБСЕ установили, что снаряды Града и Урагана были выпущены со стороны сел Октябрьское и Заиченко. Оба населенных пункта расположены на временно неподконтрольной Украине территории. Восточный восстановили. Люди живут мирной жизнью, но о страшной трагедии забыть не могут. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь. Твой дом.